Здравствуйте дорогие друзья! Мы начинаем новый проект Мастер Светлая Голова Золотые Руки. Меня зовут Пётр Петрович, никнейм мой в сети Пётр Декорлёв. Первая лекция будет посвящена как создаются сайты. У вас возникла в голове мысль о создании сайта. А может быть вас попросил начальник, ну если вы любите своего начальника, то вы ему сделаете хороший сайт. А если вы не знаете как делаются эти сайты, вы пойдёте, обратитесь в фирму и вам сделают сайт, как все сайты, две капли похожие в интернете. Их миллиарды уже наверно там таких сайтов. Сайт это вообще душа того человека, который делает сайт. Какая может быть душа у наёмного работника веб-студии, если он даже в предметной области, то есть вашей деятельности толком не знает. Поэтому он вам сделает шаблонный сайт, как он делает для всех, не вникая в детали вашей деятельности. Поэтому, если вы находите настоящий сайт и он вам нравится, то за этим сайтом стоит конкретный человек, который его хотя бы разработал оригинал макета, потом он уже отдал в студию для изготовления. В нашем случае мы рассмотрим пример, как мы делали сайт для мастера светлая голова, золотые руки. Для начала, как всегда, у человека возникает цель, даже вот такого маленького, как изображён здесь. Итак, самое главное, это цель создания сайта. Вы решили, что вы будете создавать, как и мы, создаём сайт для образований. То есть мы походили, посмотрели в интернете и посмотрели, что же там такое творится про образование. Про образование обычно это дежурные сайты государственных структур образования, где в лучшем случае вы найдёте информацию для абитуриентов. Это понятно, потому что каждое учебное заведение преследует цель привлечь больше потенциальных покупателей, то есть абитуриентов. Насулив им всяких разных благ, когда они закончат это учебное заведение. Там не идёт ни о каком образовании. Там основная цель – внушить человеку, что он получит, закончив это учебное заведение. А что он будет делать по жизни, там ничего не написано. И какая у него будет специальность – тоже. Так было и раньше, и сейчас. Поэтому мы решили создать сайт, который будет рассказывать о том, кто же ждёт человека, когда он получит эти знания, и как он будет работать с помощью и пользования этих знаний.